Друзья, такая вот новость достаточно интересная, мне кажется. Участковых больше у нас не будет. Естественно, спасибо Арсену Авакову, как и за все его эти замечательные реформы, которые он делает для нас, чтобы облегчить и улучшить нашу с вами жизнь. Так что участковые уходят, а кто же придет вместо них? Мы их, естественно, этих участковых, ну кроме меня, поскольку я на них там писал различные жалобы, и не знаю, мы в глаза не видели их, где они находятся. Более того, я уверен, большинство из вас не знает. Их не будет, а кто же будет вместо них? А вместо них будет полицейский офицер общины. Это будет новый такой, ну я не знаю, чуть ли не робокоп. Обещают ему выдать планшет, обещают ему выдать автомобиль, обеспечить рабочее место, кабинет. И не привлекать на проведение различных массовых мероприятий. Как то, все сотрудники полиции, кто меня смотрит, поймут, что такое охрана общественного порядка. Приезжает какой-то из наших очередных горячо любимых президентов, и полиция стоит под каждым столбом и охраняет. Обещают офицеров общины не привлекать к данному патрулированию. И дать им возможность раз в две недели ездить в полицию и получать там задания. А не каждый день, как это происходит сегодня. То есть, они будут ближе к нам. Кроме того, полицейские общины обязаны будут проживать, я не знаю, как они этого добьются, в том районе, где он работает. Данный проект заработает в 2019 году, начнется его первый этап. А второй этап уже в 2020 году. По задумке нашего замечательного руководства МВД, полицейские общины уже 80-90% рабочего времени будет находиться у себя, все-таки я назову, на участке, а не в общине. Потому что это слово мне как-то непонятно и абсолютно неблизкое оно мне. Кроме этого, данного офицера общины будет спонсировать не только полиция, обеспечивать его всем необходимым, а и сама община. Как это будет на практике, я, естественно, не понимаю. Но данные полицейские, по идее, будут подконтрольны, подотчетны не только МВД, а и самой общине. Полицейские общины будут решать различные вопросы. Они смогут составлять какие-то даже электронные протоколы. То есть, они составили какой-то протокол, ты его даже не получил, как всегда у нас все демократично и замечательно, зато тебе выдали какой-то чек, иди его оплати. Они смогут поддерживать порядок, заниматься вопросами как со взрослыми, так и с детьми. Грубо говоря, в идеале исполнять все обязанности наших участковых. Полицейские общины сможет участвовать как в уголовных производствах, так и в мелких административных делах. То, о чем я уже говорил. В меру, кто-то нарушил правила дорожного движения, он будет иметь право составить за это протокол, либо постановление, в зависимости от статьи. Спасибо Авакову за очередную, я уверен, потраченную реформу. А если вы спросите мое мнение, то я бы этому офицеру, полицейскому общины выдал бы лихого коня, выдал бы звезду с надписью «Шериф». Хорошие, крепкие, ковбойские сапоги. Естественно, никакие автомобили, боже упаси, и оружие по понятным причинам им выдавать нельзя. Но это только мое скромное мнение, можете к нему не прислушиваться. Так что прощаю участковые, здравствуй полицейские общины. Друзья, если данное видео понравилось, пальцы верстали не забываем, подписываемся на канал. Благодарю за внимание, пока-пока, друзья.